Добрый вечер, я Павел Сокол. Традиционно перед началом торговой недели представляю свой недельный обзор по рынку Форекс. И мы рассматриваем пару евро-долларов. Видим, что после разворотной свечной модели была пробита коррекция, которая длилась 4 недели и неплохо отработала. Неплохое у нас такое снижение получилось, жирная свечка. И целевая зона из кластера медианы С и 10-й медианы была достигнута. То есть, следственно, начался у нас отскок и какая-то коррекция вполне разумна. Если мы посмотрим на дневной масштаб, то видим, что прямо на поддержке у нас была сформирована, можно сказать, такая нечеткая разворотная модель, либо полуразворотная, нейтральная, потому что у нас, вот если бы не было хвоста выше тела, то можно было бы сказать, что это сформировался молот. Поскольку хвост есть, то модель такая нечеткая. А и пятницу мы закрыли даже небольшим ростом. Также хотелось бы отметить сразу, что если эта поддержка будет пройдена, то следующая зона поддержки у нас находится на уровне 1.34. Ну, примерно. Это зона более глобальной медианы месячного уровня. Вот примерно там я вижу следующую зону поддержки. На дневном масштабе же мы видим, что у нас пока еще идет импульс нисходящий. Вот была коррекция большая, формация, она была пробита, и у нас идет нисходящий импульс. Если мы посмотрим на индикаторы, то мы увидим, что у нас существует потенциальная бычья дивергенция на индикаторе МСД. МСД пока еще нет дивергенции, но, возможно, она будет сформирована. А если мы посмотрим на более опережающие индикаторы, поскольку МСД все-таки запаздывающий, допустим, 13-й РСАй, осциллятор, он уже показал нам бычью дивергенцию. Десятый моментум тоже показал нам бычью дивергенцию. То есть это говорит о том, что надо сейчас быть аккуратным с продажами. Не все так однозначно. Вот мы посмотрим сейчас на 4-х часовой масштаб. Видим, что после мощного снижения началась боковая коррекция, и развивается она сейчас в форме клина. Как бы все очевидно. Обычная клинообразная формация. Вот мы на часовках сейчас получше ее рассмотрим. Соответственно, клин является фигурой продолжения, и можно было бы спокойно входить на продажу при его пробитии. Но консервативным трейдерам я не рекомендую этого делать, потому что у нас имеются две причины для этого. Во-первых, мы находимся вблизи поддержки. И вторая причина – это бычьи дивергенции на осцилляторах на дневном масштабе, и потенциал для формирования бычьей дивергенции на МСД. То есть, поэтому я рекомендую для консервативных трейдеров не открывать никакие продажи. Думаю, понятно. Консервативным трейдерам надо занять выжидательную позицию, потому что, возможно, будет пробой, отскок и сформирована, допустим, модель двойное дно с последующей глобальной коррекцией. Тогда уже будет сформирована и дневная дивергенция МСД, и, возможно, будет очень глубокая коррекция повышательная. Если же поддержка будет пробита, то они спокойно дождутся пробоя на дневном масштабе. И потом, внутри дня, будут искать точку входа на продажу. Сейчас же можно после пробоя этого клина открывать продажи только трейдерам, которые готовы брать на себя повышенный риск. Но надо иметь в виду, что зона сопротивления тут находится буквально в 50 пунктах. То есть, профит должен быть небольшой. Если он гарантирован под пробоя, то он небольшой очень. Соответственно, стоп надо ставить за вершину этой коррекции. Когда она будет пробита, уже будет видно, где у нас максимальная вершинка сформирована в рамках этого клина. Следственно, за нее и ставим стоп.